Сегодня мы находимся в 38-й гвардейской бригаде управления ВДВ. Не случайно, ведь сюда в гости приехали юноармейцы аж из-под Петербурга. Воздушно-десантные войска принято считать образцом доблести и силы российской армии. Трудно представить себе солдата, который мечтал бы служить в армии, и при этом который не хотел бы попробовать себя в роли десантника. О том, в чем заключается особенность службы именно в этих войсках, рассказали в 38-й гвардейской бригаде управления ВДВ юным гостям во всех подробностях. В этом возрасте, можно сказать юным, еще до 18 лет, солдат до совершения какой-то присяги, чтобы дети знали и понимали, что такое армия, небольшие ознакомления, общее вооружение, военно-техника, непосредственно распорядок дня военнослужащего солдата. На каждый парашют монтируется страхующий парашютный прибор, где специальный карман нашит и так далее, его не получили. Отсчитав 3 секунды, если по какой-либо причине парашютист самостоятельно не выдернул звено ручного рассвета, так называемый кольцом все называют, страхующий парашютный прибор однозначно через 3 секунды откроет двухкомнатный замок парашюта и парашют вступит в действие. Экскурсии в рамках военно-патриотического воспитания молодежи являются важной и неотъемлемой частью образования в нашей стране. Ведь это не только расширяет кругозор школьников, но и способствует их пониманию задач, которые стоят перед российской армией. Некоторые девочки, они тоже в армии, тоже служат. Я думаю, что другим тоже полезно знать, как здесь все-таки мальчики наши справляются. Здесь у них такая подготовка хорошая, строевая. Все они такие ответственные, но это классно. Сегодня мы приехали сюда. Я считаю, что это в рамках воспитания молодежи, военно-патриотического воспитания. Вот решили показать детям звездный городок, показать 38-й отдельно парашютный десантный полк связи. Почему я именно решил сюда? Потому что я сам десантник, ну и к десантникам привез людей. После десантирования, после открытия основного парашюта, убедившись, что все нормально работает, он может самостоятельно отвязать здесь веревочку, выточить купол, достать автомат и, соответственно, вести огонь по земле. Сами военнослужащие с не меньшим, а то и с большим энтузиазмом рассказывают о выбранном ими пути. Для них аббревиатура ВДВ имеет особое значение. Знаете, я горжусь, что я служу в данных войсках, в воздушных войсках. Я всю жизнь с детства мечтал в них попасть. Ребята, которые после горжанки сюда попадают, спустя какое-то время, они становятся реально настоящими мужчинами. В них закаляется дух, бодрость. Они начинают больше любить свою страну, они понимают то, что... Самое главное, знаете, ждут родители дома. Больше начинаешь ценить своих близких, родных, друзей, родителей. И когда вот домой приходишь с гордостью, говоришь слова, что я десантник. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания Щелково.